Если вы уже раскрылись, как вы, допустим, взрослые люди, вы должны понять, чему вы в жизни стремитесь. Допустим, вы хотите иметь средства, положение в обществе, допустим, значит, у вас природа вот такая бизнесмена. То есть вам надо активно как-то работать, двигаться в этом направлении. Если вы хотите власти, у вас природа руководитель, вам надо работать над своим характером, развивать себе хорошие черты характера и пытаться показывать пример поведения в обществе. Если вы стремитесь к знанию, значит, вам надо совершать аскезы и стать человеком, который разбирается в истине, как же их правильно и все прочее. И вам надо давать людям знания потом, когда вы разобьетеся. Если вы склонны к любимому труду, то с любовью трудитесь, значит. И стремитесь достичь совершенства в этом вопросе. То есть, понимаете, надо разобраться в себе, куда вас несет. Но для женщины все эти качества должны проявляться прежде всего в личной жизни. Если женщина имеет природу управления, то она, значит, будет управлять всем в семье, она будет устанавливать порядок. То есть она будет говорить, вот это так, надо делать это так и не иначе, все. Если женщина склонна, допустим, к бизнесу, то она в семье будет со всеми устанавливать отношения. То есть она будет со всеми стараться дружить, в семье заботиться обо всех. И это использовать в достижении своих каких-то целей. Этому то сказала, этому то свела этих туда, так развела, так. Вот если женщина склонна к труду, к любимому, она, значит, будет просто дома готовить, стирать, убирать. И это делать с любовью для всех. Если женщина стремится к истине, значит, она будет стремиться разобраться, как правильно себя вести с мужем. И будет стараться вести изо всех сил себя правильно, чтобы установить правильное отношение. А? Вам сказку рассказали, что ли? Чем женщины управляли? Когда было? Когда было? Понимаете, историю можно перевернуть в философии. Поймите, что в принципе это невозможно. Женщина, она склонна к семье и к любви. Она не склонна к управлению. Если женщина начинает управлять, она теряет себя. Это говорим утром на лекции. Монтреях в принципе невозможно. В принципе невозможно. Потому что это не среда женщины управлять. Конечно. Нет, женщинам мы имеем прямое отношение. Потому что, еще раз повторяю, женские типы тоже проявляются у женщины во всем. Они проявляются и в работе, и в семейной жизни. Но больше всего женщина проявляет себя в семейной жизни. Как вот эти типы у женщины больше всего проявляются в семейной жизни. И сто процентов они проявляются в работе. Если женщина по природе руководитель, то она порядок будет и на работе наводить. И при этом не обязательно она будет в руководстве находиться. Все равно она будет наводить порядок по-любому. Значит она руководитель. Если женщина устанавливает на работу со всеми отношениями, значит она такой тип у нее бизнесмена. Если она с любовью просто работает, ля-ля-пру-ля-ля, ей нравится работать, и она не обращает никого внимания, значит она вот такой четвертый тип. А если она пытается во всем разобраться на работе, как было, чтобы было правильно, она, значит, ученый. Да, каждый человек так и встроен, и мы так и встроены с самовыражением, понимаете? Поэтому мы должны очень четко понять, что нам в жизни нужно, и не надо покупаться ни на что. Если правитель покупается на деньги, он теряет себя. Если ученый покупается на степень, он теряет себя. Если бизнесмен покупается на то, что он начинает махинациями делать, то есть он занимается бизнесом нечестно, то он теряет себя. Если рабочий перестает любить свой труд и покупается на деньги, то он теряет себя. Ну, то есть занимается не своим делом, а тем, что больше платит, он теряет себя. То есть самое главное в жизни не потерять себя, потому что человек должен прежде всего стремиться к счастью, а не к достатку, благополучию и так далее. Счастливый человек, он всегда ценный, всегда нужный, всегда полезный, всегда здоровый и всегда имеет все необходимое для жизни. Счастливый человек, несчастный, все это реально.